Привет зрители! Это может мне замёкнут, у меня сегодня такой день обзоров, хотя интернет никакой, я не знаю когда я это всё загружу. Короче, сейчас будет обзор моего ухода на июль. Я планировала вообще уехать пораньше, но всё ещё тут, потому что жара. Я в июне была где-то одну треть, ну до 12-го числа июня в деревне, и поэтому не особо что юзала. Плюс у нас жара, и что-то я вообще не юзала, и в ближайшее время вряд ли в июне вначале буду юзать, но всё же я решила это всё вот обозреть, то что вообще возможно буду юзать. Хотя я надеюсь на весь июнь практически свалить деревню, но видимо это у меня получится где-то часа четвёртого, хотя изначально хотела второго. Ладно, я тут болтологией занимаюсь, короче, вот замечательные сливки Гринмама, сливки косметические для снятия макияжа, череда и кровь надуванчика, у меня приходят на июль этого года, 2021-го. Я их только что сейчас заюзала, потому что сначала то ли Эйвен, то ли Фаверлик, не знаю, какая там помада от люлечки из Тюмени есть, розовая, она мне тогда прислала в какой-то посылке, я её нанесла на губы и поняла, что оно мне что-то не катит. И в итоге нанесла тоже от люлечки, но это Эйвен конкретно так, бархатный такой флакончик, мне очень нравится, матовая помада, Биттен, Эппл, вот она, вот она настолько заюзанная. Я сегодня её как бы нанесла на губы, но у нас случилась такая грозища с выключением света и такая темнотища настала, что писать видео было нереально совершенно, кошка добралась туда, куда я даже не ожидала и скинула обезьянку. Ну, короче говоря, в итоге я её смыла, эту помаду, очень тяжело держать на губах какую-либо помаду, у меня в комнате плюс 27 градусов, на улице, соответственно, слегка побольше, максимальная у меня была в комнате 30 градусов, максималка вообще-то всё моё бытие в этой квартире с апреля 2018 года. Короче, вот, вот эта помада у меня сейчас на губах, потому что, знаешь, иногда спрашивают в каментах, чё, как, вот сейчас опять она. Люди, честно, вот, я хотела сначала перед видео подумала, репетировала мысленно, буду вам показывать эту вот смывалочку, сливочки для снятия макияжа с лица, нейроматизированная для мамы формула талги. 170 миллилитров нам очень долго хватает, очень экономичные, жиденькие такие, мне они очень нравятся. Люди, я хотела сначала сказать бабы, а потом подумала, ведь не только бабы, морду лицам они рафетят люди, и мальчики, и девочки, короче, ну, трансгендеры и так далее, короче, люди. Вот вы когда морду лица марафетите, а на улице плюс 30, вам не жарко? Вот я на себе сейчас ощущаю эту помаду, я ощущаю её, и мне жарко. Как бы, когда прохладно, я не ощущаю на себе помаду, мне с ней комфортно. Но сейчас мне жарко. Вот я запишу ролик, и следующий ролик, и сотру её нахрен, этим молочком, точнее, сливками. Так вот, вопрос для каментов, когда вы марафетитесь, а на улице плюс 30, ну, кому-то действительно пошли на работу, кому-то, ну, чтобы поярче выглядеть, то есть всё, кому-то чисто религия не позволяет с нормальным цветом морды лица выходить на улицу, у них настолько много комплексов, что они марафетят свою морду лица. Люди, вам не жарко, когда плюс 30, а вы, да даже плюс 28, плюс 28 в теньке, а вы с помадой на губах. Я молчу про тех, у которых ещё и всё остальное накрашено. Я не хочу никого обидеть. Обычно эту фразу говорят те, которые хотят обидеть. На самом деле, мне пофиг. Адекватные люди нормально воспримут, а те, кто не нормально воспримет, ну, это ваша проблема. Мне просто вот, ну, реально, я не понимаю, как люди в плюс 30 ходят накрашенными. Короче, вот такие сливочки приходят на июль. У меня сейчас тонечек, самопальненький, к сожалению, лапиночек помер на следующий год, как родился. Ну, два года пожил и помер, а потом вроде как пошёл от соседей, но мне выдали кусочек, я его прикопала, но по ходу дела он не пророс. Это 6.09.2019 сделанный в 0.40. Лапинос, отвар и 20 мл фотки. У меня до сих пор такая дикая проблема, у меня там кошка фоном шизеет, и дождик идёт ещё со всем фоном. До сих пор такая дикая проблема, если мне надо делать какой-нибудь настой на травках, мне очень неудобно покупать в магазине водку. Даже неудобно на неё смотреть и рассматривать. Во-первых, я не понимаю нихрена водки. Во-вторых, как-то, ну, неудобно. Ну, я понимаю, что неудобно спать на потолке, неудобно трусы через голову одевать, неудобно срать почтовый ящик, неудобно, когда соседские дети на тебя похожи, а вот мне неудобно водку покупать. Я обычно кого-нибудь прошу. Вот мне очень позарез надо сделать одну настойку на мёртвых пчёлках, я забыла, как это называется, помор, по-моему. Ну, короче, какая-то штука такая дохрена лечебная. Они у меня лежат ещё, наверное, с апреля месяца, может быть, с начала мая дома. Они дико воняют, они у меня лежат в пакетике, завёрнуты в газетку на балконе, потому что они вообще дико воняют, эти мёртвые пчёлки. Ну, дохрена полезные. Я всё хочу попросить как-нибудь свою подружку, которая ко мне ходит играть на пианино, и иногда на обед, купить к чаю водки. Что бы я сделала эту настойку? Во-первых, я всё время забываю. Во-вторых, в какой-то момент, ну, короче, неудобно мне её покупать, вот вообще гемор такой. Вот здесь у меня лосьон, галица, лапиноса, отвар и 20 мл вот настойчик такой. Тут изначально было 350 мл. Вот сок сейчас заюзано за 2 года. Ну, меньше, чем за 2 года, потому что 2 года ещё не случилось ему. Я его использую как мордопротиралочку. Он у меня на июль выходит. Я иногда его юзаю и обозреваю, иногда его юзаю, но не обозреваю, потому что, вау, у меня где-то он есть, надо бы его заюзать. А иногда я его юзаю и забываю обозревать. В общем, на июль у меня уходит это. Если ты видишь фоном, это белое, это реально покрывало. Есть такие допотопные советские покрывало белые. Вот это у меня белое покрывало. Я вообще как бы под ним сплю, когда жара. И покрывая поверх, ещё покрывало покрывало. Но последние дня три мне как-то лениво. И вот просто это покрывало. Ну, может, кого-то с папой болит. У меня у приятеля есть белое покрывало. Он когда мне фоткал, допустим, ноутбук или мою посылку, когда-то 100 лет назад я ему что-то посылал в Японию. Я всегда охреневала. Думаю, нахрен он мне фоткает на одеяле. Оказывается, это белое покрывало. Короче, в июне не пользовалась, вообще не пользовалась. Хотела сказать, практически не пользовалась, но не пользовалась. Потому что когда я приехала, было уже как бы, ну, ближе к теплу. И в такую погоду, как бы, таким кремом не пользовалась, потому что оно жарко. Ну, какой нахрен крем? Так жарко. Это у нас и фраше пюркамель с ромашечкой. Очень классный такой кремик. На день и на ночь, универсальный. Он так и называется день и ночь. До сентября 2022 года мне его надо юзать. Ведь полгода он живёт после вскрытия. Не знаю, как он сдохнет через полгода, и его можно будет дальше юзать. Потому что у меня как-то был какой-то... Наносите на кожу лица, избегая контуры глаз. А ты фраше этот с ромашечкой такой беленький кремик. Ой, я зеваю, пардон. И он мне очень нравился. Он за лица и тело был два в одном. 125 миллилитров, я помню, такие были баночки. И однажды мне такая баночка попалась, и она мне меньше, чем за месяц сдохла. Хотя у неё и срок ещё был нормальный, и после вскрытия ещё не прошло. Ну, в общем, оно у меня на июль переходит. Мало ли там будет прохладно. У меня тут есть неполная версия такой хренотеньки от Света из Москвы. Она со мной поделилась, чисто на попробовать. Лунатура. Внезапно сделана в Японии. Это у нас энзимная пена, порошок для умывания, пенная маска. Очень прикольная такая штука. Я её, правда, не каждый день пользую. Тут написано, что можно ещё юзать, допустим, локти или пятки. Локти я не мазала, но на пятки попробовала. Но я поняла, что на мои пятки, про которые я тут забилась совершенно. Не бьюти-блогеры, не бьюти-блогеры. Хотя бьюти-блогеры разные же, да? Короче говоря, надо не один раз, а так вот где-то дней пять подряд. Короче, в общем, вот такая энзимная пенка. Я её юзаю где-то раз, два, три, четыре дня. Очень суперская такая классная штука, очень экономичная. И вот она у меня, вообще тут 70 грамм всего лишь в этой большой такой хренотеньке. Я только сейчас вывожу, что-то написано 70 грамм в такой штуке. Переводит у меня на июнь. Фу, пардон, на июль с июня. Мне её как раз вот в июне Света и прислала. За что ей спасибо. Так, у меня вот это вот, я сегодня хотела полежать в ванной. У нас с первого числа горячую воду отрубают. Но, видимо, полежу уже завтра. Сегодня у нас 28-ое. У меня ещё, ну, короче, у меня двое суток ещё до отрубания горячей воды. Это у нас роскошные цветы Эйвен, пена для ванн. 500 миллилитров изначально было. Это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Очень хорошая пена. Мне вообще нравится пена для ванн. Вот в таких форматах от Эйвен. Ну, и вот она у меня на июль переходит. Я, кажется, в мае ей поюзалась. В июне я ей только ещё планирую поюзаться. Ну, и, возможно, в июле, если повезёт, то буду. Я его заявляла вместе с другим геликом для душа. Тут был Эйвен Сенсис Нежная Любовь Парижа от Лёльчки подарок на июнь. Но тот у меня закончился. Этот я ещё не успела открыть, хотя до конца июня ещё осталось два с футиком дня. Это у нас фаберлик от Ксюши. Подарок для крема. Увлажняющий, нежное прикосновение крем-гель для душа с протеинами молока. С кокосово-молочковым и молочными протеинами. Вот такой гелик. И он у меня переходит на июль. Я его завтра с удовольствием заюзаю. Ну, и в июле тоже. Кремик для ног. Я почти его не юзала, но периодически. Вот когда жара пошла, вообще у меня как-то было не до кремиков и не до молочков. И практически не до кремиков для рук. Грин Мама. Крем для ног. 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Боржущий такой флакончик 200 мл. Я его покупала что-то за 400 с чем-то. Я не знаю, сколько вообще он на Грин Маме сейчас стоит. Но тут где-то вот, ну, может быть, 1,5 ещё. Он очень экономичный. Крышечку у меня ещё Тиша заиграл. Так и не нашла. И это чудило ещё и не нашла. Она практически все игрушки Тиши находит. Даже те, которые вот там прошлого года куда-то заныканы были. Вот. Хороший кремик. Молочко, которое будет вечным. Я думала, что оно у меня закончится. Но вот пришла жара, и как бы не поюзаешься особо. Э, ванкэ. Тон с ароматом банана, лосьон до тела, до всех типов кожи. Ну, в общем, мне его надо до марта следующего года заюзать. Это подарок от подписчицы Люли. Мне кажется, тут, ну, может, вот столько осталось. Ну, и всё равно ещё прилично. Очень хорошее молочко быстро впитывается. Я её ещё не пробовала. Это тоже, как бы, на поюзать, ну, на попробовать, на злоте, скажем так, от Света из Москвы. Я по ссылке отдельно обозревала. Слиппинг. Ночная маска для лица с маслом ши. Ши-баттер. Просто пришла жара, и как-то это, я не рискнула обмазать маску, потому что крем на лице как-то чувствуешь. А маску-то, которую надо сделать, да ещё утром просыпаться. Я и так просыпаюсь иногда ночью. С меня потрущём течёт, а тут ещё маска. Короче, когда будет чуть попрохладнее, я её с удовольствием попробую и заюзаю. Это у нас сделано в Корее. Вот. Она у меня будет юзоваться в июле. Так, в прошлый раз я забыла показать. У меня тут чуть-чуть совсем осталось. Я хотела заказать сначала, а потом, ну, как бы я и спланировала сначала уехать 20-го, потом 22-го, потом пришла жара. А сейчас ещё и жара и грозы. У меня тут немножко осталось его. Вот буквально вот столичка. Ну, не знаю, это какая-нибудь там одна шестая или одна пятая. Это Кайлаж Живан. Это уже я сама покупала на Озон, кажется. Такой же бочоночек, чуть поменьше. Но на 60 миллилитров я на 30 покупала своей бабушке. Там вот младшей бабушкиной сестре. Последняя из семейки пчеловодов углических. Первых пчеловодов углического района, короче говоря. Из семей. Из клана Смирновых, скажем так. Ну, недавно уже другая фамилия. Смирнова Тадевича. Уникальное такое универсальное средство. Я полностью говорить о нём не буду. Есть просто отдельный ролик. Есть плейлист «Моя Индия» на канале. Гляньте. И там вот два ролика. Один чисто про магазин «Моя Индия», другой вот про это вот средство. Хорошая штука. Но, глядя на него, я вообще давно ещё собиралась. И у меня тут так получилось, что даже есть из чего практически это сделать. Я хочу сделать крем на основе перетопленного масла сливочного козьего. С кокосовым маслом, воском, черейным и мёдом, соответственно. Ну, чисто вот посмотреть получится или чё. В смысле, я знаю, что так делать, что реально так вот. Оно тоже практически теми же свойствами обладает. Ну, может, менее, чем вот эта вот штука, что супер заживляющая. Её, допустим, можно помазать по какой-нибудь даже слегка открытой ранке. Вот, зацепила меня эта коза своими когтями. Кровь идёт, продезинфицировал, намазал и будет счастье. У меня тут два кремика для рук. Тоже от Светы из Москвы. Вот та самая посылка, последняя, которую я обозревала на канале. Лилия и Дево. Это у нас... Дело от Китая, кажется. Биаква, я потом в интернете почитала, что это китайская какая-то косметическая фирма. Тут 30 грамм. И Кошачья улица, крем для рук. Нью-Йорк, Лондон. Тут собачка и Лилии. Я его, может, только один раз юзала ещё. Я как бы один хочу, чтобы он лежал в сумочке, так удобно, 30 грамм. А другой лежал дома. В общем, он у меня лежит дома. И будет переходить на июль. А этот у меня лежит в сумочке. Ну, обычно это не сумочка, а рюкзачок. Потому что, если я езжу на Америке, то чаще это рюкзачок. Это тоже Биоаква. Тоже от Света из Москвы. Тут тоже 30 грамм. Это тоже крем для рук. Кошачья улица, крем для рук, Лондон, Нью-Йорк. Роза и Марк. Очень вкусно пахнет розами. Или пиончиком даже таким. У меня этот блеск, бальзам для губ переходит на июль. Я его не заявляла на июнь, ибо тупо забыла, так же, как Кайлаш. Но, в общем, вот он переходит на июль. Он где-то наполовину уже уюзанный. Он как бы с алоэ вертом, 99% в составе алоэ вера, бла-бла-бла. Увлажняющий, но и попутно даёт красненький эффект. Проявляется на губах красненьким таким. Так, у меня тут зубная паста, она переходит тоже на июль. Это Керасис, Дентал Клиник, 2080. Биосоли и какие-то там травы. Очень экономичная, хорошая. У меня точно такая же зубная паста. В деревню ехала, тут 120 грамм. Ну, в деревне у меня полноценный флакончик такой. Так, у меня шампунчик переходит на июль. Я им, слушайте, вот я волосы, тут когда жара пошла, мыла исключительно из-под душа ледяной водой. И голове так хорошо. И вот если прилично так вот, ну, больше практически с ладушки уже стекает налить вот этого шампуня, он жидкий. То очень хорошо при холодной воде промывают волосы. Главное, волосы хорошенько смочить. Кефирный шампунь за густоты волос за 55 рублей покупала в фикс прайсе. Вилсен косметик. Здоровье от природы. Народная кладовая. Изначально он мне совершенно не понравился, он мне фига не промывал волосы, но потом я нашла к нему подход. Тут 15 миллилитров. Ну, тут приличненько. Я думаю, что хватит на июль мне. Так, что тут у меня еще? Детский крем от Гринмамы. Крем с чередой. 170 миллилитров. Тут еще приличненько так есть. Ну, где-то 1 треть он у меня переходит на июль. Универсальная штука. Можно помалывать лицо, можно руки, можно вообще вот там какие-то покраснения. Если кто-то укусил, чешется, можно помалывать. Ну, не только для детей, как и для не детей. И для людей взрослых. Оно у меня перевернуто, потому что мне удобно так было доставать. Я немножко его слила в деревню, чисто вот, ну, увлажняет лицо. И Эйван Кэ, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. Я, да, и умею читать кверх ногами. Это подарок от вот пишется Лёли. Тоже вот та самая стюменья. И он не ароматизированный. Я его использовала иногда на кухне. На кухне он вообще у меня стоял. Я его использовала как крем для рук, потому что у меня как бы самого чисто крема для рук на тот момент закончился. Ну, как крем для рук, он шикарный. Я им смывала, допустим, ну, не то, что смывала, вообще попробовала как-то помаду смывать. Ничего так это, со второго раза смывают. Я протирала им лицо чисто, вот как молочком для лица. Очень хорошая такая штучка. Ну, и я думала, что он у меня подзакончится, но пришла жара. И, по-моему, это у меня всё. Ну, да, есть дезик, самопальный, воск там, кокосовое масло, эфирное масло. Я его юзаю, но я его не обозреваю. А, и ещё мыло. Мыло я совсем забыла. У меня мыло с предыдущего обзора. Я просто положила в пустые баночки, в пакетик для пустых баночек. Эту упаковочку от Фаберлик, там бычок был от Ксюши. Но упаковочка у меня порвалась, она жива. Но я её забыла совершенно. Кстати, я просто не буду сейчас её доставать, обозревать. Но, если интересно, просто в предыдущем видео гляньте. Или вот отдельный обзор, там посылка от Ксюши, наверное. Ну, оно я без имён называла, тогда я как бы не знала, можно Ксюшу упоминать или нет. Потому что знаю, что некоторые, кто-то мне что-то дарит и просит без имён, а кто-то дарит именно с именем. А вот что можно называть имя. Короче говоря, вот просто в предыдущем уходе на июнь, там это мыло было. Ну, вот оно у меня переходит на июль. Оно как бы не расходовалось особо так-то. Я думаю, может быть, его даже на всё лето хватит. Это с учётом, если я, допустим, на 2-3 недели свалю в деревню. Соответственно, в деревне я буду пользоваться чем-то другим. Всем спасибо за просмотры, пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.